Есть? Да. Оставайтесь с нами на лекции. Крой на вас и. Да. Можно начинать? Добрый вечер, дорогие друзья. Я буду сегодня говорить об инновациях. О том, что Украина в уникальном положении сегодня, несмотря на то, что нам кажется, что у нас революция, у нас очень уникальный момент. Я хотел бы немножко прояснить вообще первопричину многих изменений не только в Украине. Я думаю, что многим из вас известно имя Сергея Капицы, русский ученый. Он совсем недавно проводил очень интересные исследования относительно того, как развивается человечество и именно демография. Оказалось, что нас обманули. Нам говорили долго про то, что человечество борется за ресурсы. Оказалось, что ресурсы не являются ограничением для развития людей. То есть, абсолютно, ну, закономерность такова, что ограничение в количестве людей, которые живут в мире, оно не связано с ресурсами. То есть, природные ресурсы, энергетика, продукты питания, не это есть ограничивающим фактором развития страны, и тем более, его земного шара. Капица показал, что есть другие, есть другие критерии. На самом деле, ну, я глубоко уверен в этом же. Но Капица также показал очень интересный факт. В 2000 году, кто здесь знает немножко физику, математику, поменялась вторая производная. Рост от количества людей на планете. Вторая производная, когда меняется, это вот у физиков, это фазовый переход второго рода. Это когда меняется, например, лед превращается в воду, вода в пар. Вот, и с 2000 года мир находится, на самом деле, вот на пороге двух, такого фазового перехода второго рода, когда все может поменяться. То есть, на самом деле, многие революции, которые сейчас произошли, и то, что у нас сейчас происходит, во многом это следствие не потому, что вот нам так захотелось, а, в общем, мировая тенденция. То есть, сейчас реально в мире происходит переломный момент, вот в ближайшие, там, 20 лет будет очень много всего интересного. То есть, нам повезло вообще жить в очень уникальное время, когда меняется весь мир. То есть, меняется не только Украина, меняется весь мир. И вот, как раз еще раз повторюсь, что не ресурсное ограничение является ограничением для развития стран и человечества, а совсем другие факторы. К этим факторам можно отнести такие, ну, сущности, как вот доверие, информацию, совесть, веру. Скажем, решается ли предприниматель сделать бизнес, решается ли семья завести еще одного ребенка. Это не вопрос ресурсов, уверяю вас. Это вопрос, более-то сказать, доверия, веры, убежденности в том, что завтра будет хорошо и так далее. Так вот, что я также заметил Сергей Капица, что очень сильно поменяется структура производства. То есть, если раньше человечество 90% времени занималось сельским хозяйством и созданием материальных благ, то, вдумайтесь в эту цифру, сегодня 2%, 2% кормит всю Америку. Сельское хозяйство в Америке 2% кормит всю Америку. То есть, если когда, там, скажем так, 100 лет назад, 90% людей создавали материальные блага и кормили людей, то в скором будущем это будет 5%. Всего лишь 5% смогут обогреть, обогреть, одеть, обуть, накормить всех людей. Вопрос в некватке ресурсов не стоит. Вопрос в том, чем будет заниматься 95% остальных людей. Проблема не только безработицы, проблема именно в том, что возникает абсолютно новая экономика. И вот мы живем на пороге создания абсолютно новой экономики. Мне очень нравится выступление на TEDx, было выступление Влада Троицкого, президента Гугольфеста. Он говорил о том, что возникает новая экономика. Раньше была экономика статусов и денег, потом опять статусов, опять денег. Сейчас возникает эпоха новой экономики, смыслов, экономика, если хотите, дарения. То есть вопрос, есть ли у вас что подарить другим людям. Вопрос, есть ли у вас что подарить, и вопрос второй, захочет ли кто-то это взять. И вот совершенно в ближайшем будущем многие из нас будут создавать эти новые продукты. Наши дети будут учиться в университетах, и не в университетах, а будут учиться и на Майдане, кстати, и где угодно. Создавать новые ценности. То есть приходит эпоха, когда нужно учиться создавать новые ценности. И вот здесь я бы хотел сказать о том, что бизнес на самом деле может гораздо больше изменить Украину, нашу страну, чем нам кажется. При этом каждый из нас, независимо от того, вы владелец бизнеса, вы топ-менеджер или вы наемный работник, у каждого из нас есть выбор, который мы делаем. Я сейчас немножечко утрирую, упрощаю. Выбор примерно такой. Как делать бизнесу деньги? Бизнес может делать деньги двумя способами, по большому счету. Использовать монопольное положение. В нашей стране очень удобно использовать коррупцию, создавать себе монопольное положение и зарабатывать деньги. Либо вкладывать в инновации, инвестировать в людей. И вот этот выбор, да, он очень сложный.